АЛЕКСЕЙ ГУСИВ АЛЕКСЕЙ ГУСИВ АЛЕКСЕЙ ГУСИВ В принципе, как и более продолжительные стоянки в портах захода вообще. В зоне бассейна есть определенные места, вот такой релакс-плана, лаунч-зоны, где можно отдохнуть, они совершенно закрыты от солнца. Поэтому, вне зависимости от того, вы путешествует ли вы в высокий сезон летом или же в Кирибском бассейне, в зимнее время всегда будет возможность где-то отдохнуть и просто поспать на свежем воздухе. Особенностью этой компании является также высокий уровень спа-сервиса. Известная международная спа предоставляется компании Canyon Ranch Spa Lab. Эта компания начала свою работу в Аризоне, в США в 70-х годах. И это является одним из самых известных брендов в спа-индустрии. И в сервисе этой компании есть возможность ощутить и получить на борту круизные линии. При этом стоит отметить, что в стоимость круиза входит сауна и отдых возле сауны в определенной зоне. Но, конечно же, массажи и другие процедуры в салоне красоты, они оплачиваются дополнительно. Но по каютам категории сьют и выше есть возможность доступа в бассейн таласотерапия и определенную термальную зону, где можно отдохнуть, дополнительно еще релакснуть. А, кстати, и на верхней палубе есть определенная закрытая зона. Вот так она выглядит, зона спа. Там есть отдельные джакузи, которые можно использовать дополнительно к тем уже имеющимся возле бассейна. Но только это включено в стоимость для гостей категории сьют и выше. Ну что, давайте к маршрутам. Безусловно. Где же можно воспользоваться всеми этими услугами? Безусловно, но все-таки позволю себе несколько слов еще сказать о категориях, о каютах на этом лайнере, потому что они, на самом деле, уникальны. Есть, конечно, у нас и фитнес-центры разнообразные, и спортивные площадки. Несколько слов еще по развлечениям. На каждом лайнере есть свой струнный квартет, который разнообразную аттестическую музыку играет. Ну и в вечернее время живая музыка является неотъемлемой частью развлекательной программы. И вот, наконец, мы подошли к каютам на этих лайнерах компании О-класса. Обратите внимание, во всех каютах есть фирменная косметика Булгарии. Это неотъемлемая часть любой каюты. Каюта с балконом 26 квадратных метров. Больше значительно, чем на лайнерах Р-класса. И больше значительно, чем на других круизных компаниях. Пентхаус уже 39 квадратных метров. Обратите внимание, что, начиная с категории сьют, уже входит стоимость услуги дворецкого. И есть три категории сьютов. Алшания сьют, площадью 92 квадратных метра. Несколько комнат. Виста сьют, площадью от 110 до 140 квадратных метров. И уникальная абсолютно каюта, О-нер сьют, площадью 185 квадратных метров. Которая фактически шириной полностью с круизный лайнер. С отдельной спальней, гостиной и прихожей. Очень классная каюта. И они практически всегда солд-аут. Поэтому их стоит бронировать за благовременно. И вот, наконец, мы подошли к знакомству с маршрутами. Хотелось бы сказать, что эта круизная компания ходит по самым разнообразным направлениям. Это и Карибский бассейн, Аляска. Европейские маршруты. Очень интересные и уникальные тем, что они заходят в нестандартные порты. Они не повторяются. Есть также трансалатические путешествия, которые обычно это в весенний период или в осенний период переход из Европы в Азию. Канада, Новая Англия. Карибский бассейн, а к чему я уже сказал, Азия. Очень интересно. А также особенность этой компании является маршрут в океане. Это Тихий океан. Папете-папете. Полинезия, французская Полинезия. То, что другие компании не так активно предлагают на рынке. Ну и вот сейчас я попробую открыть другую презентацию, в которой мы более подробно остановимся на некоторых маршрутах. Итак, уважаемые... Одну секундочку. Уважаемые путешественники, уважаемые коллеги. Позволю себе обобщить еще раз все, что мы сказали. Украинской компании есть 4 лайнера R-класса, есть 2 лайнера O-класса. И вот во всем этом роскоши и элегантном сервисе круизные компании, круизный лайнер осуществляет путешествия по всему миру. Значит, давайте попробуем остановиться на нескольких маршрутах. Вот один из уникальных, одной из уникальных программ является переход из Дубая в Кейптаун. 30 дней. 30 дней, да, совершенно верно. На лайнере Нотика. Этот маршрут осуществляется как раз в начале декабря, в начале января. Поэтому есть уникальная возможность феерически завершить 2018 год и встретить Новый год на борту круизного лайнера, вернувшись на Рождество домой. Обратите внимание, какие страны? Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Индия, Мальдивы, Сейшелы, Кения, Танзания, Мадагаскар, Мозамбик, Южная Африка. Основные порты. Очень нестандартный маршрут, который позволяет на самом деле открыть для себя совершенно новые регионы. И возможно потом в некоторые из них вернуться, чтобы провести больше времени. Если мы посмотрим на Аляску, то большинство круизов стартуют либо из Канады, из Ванкувера, либо из Сиэтла. В данном случае этот маршрут 10 дней. Стандартный маршрут 7 дней, пожалуй, но немножко мало для Аляски. Поэтому если уже ехать так далеко, это практически на другую сторону нашей планеты. Поэтому лучше спланировать путешествие, которое длится 10 дней, на лайнере Регата, с посещением наиболее популярных и интересных портов, знакомствуясь с девственной природой Аляски. Также обратил бы внимание на потрясающий маршрут кругосветного путешествия. 158 дней, да? На круизном лайнере Инсигния. Не за горами уже начало этого путешествия. 11 января этого года начало и 19 июня завершение. То есть это возможность практически все континенты посмотреть. Полгода провести в море, провести на круизном лайнере, в разных портах заходы, вообще обойти вокруг света. При этом круизная компания предлагает целый ряд удобств для круизных путешественников, которые отправляются в кругосветное путешествие. Это и бесплатные услуги, значит, прачечный, определенный бортовой кредит до 1000 долларов, который можно использовать на покупки в портах захода, определенные бесплатные экскурсии. Круизная компания также в большинстве портов предлагает бесплатный шаттл, автобус от круизного лайнера до центральной части города. Все это, в общем и целом, делает путешествие кругосветное еще более уникальным, беззаботным. Самое основное, нужно найти время. Да, всего-то полгода выбрать в своей жизни и отправиться в кругосветное путешествие на лайнере круизной компании «Ошаня Круиз». Юго-Восточная Азия, отлично представлена круизная компания «Ошаня». Круизы из Гонконга в Шанхай или Сингапура по Таиланд, Тайвань, все эти направления очень удачно планируются круизной компанией. Круизные лайнеры часто проводят несколько дней в порту захода, позволяя познакомиться не только с достопримечательностями портовых городов, но и уйти немножко в глубинку Китая или же Таиланда, Тайваня. Вот это является особенностью круизной компании «Ошаня». Обратите внимание на маршруты из Австралии и Новой Зеландии. Значит, из Сиднея круизный лайнер переходит до Бали, до Индонезии. Есть также отдельные маршруты, которые посвящены только Новой Зеландии. Или же, опять же, очень интересные маршруты по Полинезии, по Петто-Попетто, где потрясающая природа. И там можно насладиться совершенно другим миром в Тихом-Тихом океане. Безусловно, что в весенний и осенний период заслуживают внимания трансатлантические путешествия, которые, на самом деле, интересны в плане ценовой политики, но и предлагают объединить круиз по Средиземному морю с круизом по Кирибским островам. Один из них на лайнере «Ривьера» осуществляется из Барселоны в Майами. Очень скоро, уже практически 13 ноября. Ну, а вы знаете, что на борту круизного лайнера очень много развлечений, очень много объектов, куда можно сходить. Поэтому даже 4-5-6 дней переход через Атлантику на круизном лайнере у вас пролетит как одно мгновение с таким большим количеством удобств и развлечений на борту. Южная Америка. Еще одно направление, которое представлено в атласе маршрутов круизной компании «Ашане». Потрясающий маршрут из Рио-де-Жанейро в Сантьяго, в Чили. Возможность пройти через южные фьорды Патагонии, обойти вокруг фактически самой южной точки Южной Америки. Все это делает путешествие, знакомство с этим континентом уникальным, нестандартным. И вот один из наших туристов, которые осуществили подобное путешествие, приняли решение продлить его и до Майами. То есть лайнер фактически шел из Рио-де-Жанейро до Сантьяго и далее поднимался в Перу, где есть возможность посмотреть Мачу-Пикчу, этот известный город. И завершался в Майами. Так вот, путешествие на круизном лайнере, лайнерах «Ашане» уже не один раз вдохновляло наших клиентов, наших гостей на продолжение как можно скорее, скажем так, пребывания на борту этих круизных лайнеров. В общем и целом стоит отметить, что при заблаговременном планировании и бронировании круизной компании в сравнении с другими решениями, которые есть на рынке, ценовая политика может быть весьма адекватной. Учитывая весь тот комплекс услуг, который уже входит в стоимости. Поэтому, например, удачные периоды для путешествия можно обозначить как конец октября, начало ноября. Очень хорошо получается май месяц, высокий сезон, даже в июне месяце можно получить хорошую стоимость. И иногда, как это с балконом, в отличие от других круизных компаний, более популярных, разница несущественная. 500-600 евро на человека, но совершенно другой уровень. Плюс круизная компания имеет такую специальную акцию, которая называется All Life Choice, которая предполагает включение алкогольных напитков, бесплатного интернета на протяжении всего путешествия, или же бортовой кредит. Можно выбрать либо же пакет напитков, либо бортовой кредит, либо еще предлагаются экскурсии, до 4 экскурсии на человека в портах захода в зависимости от категории каюты и маршрута. Поэтому мы приглашаем вас, уважаемые коллеги и путешественники, совершить уникальное путешествие на борту круизных компаний Ашания. Также хотелось бы сказать, что мы параллельно с программой лояльности компании Ашания, есть определенный клуб круизных путешественников Ашания, Ушания Клаб. Также имея определенную программу лояльности для тех гостей, которые осуществляют круизные путешествия. И, пользуясь случаем, я бы хотел бы, Арина, вам, как опытного путешественника, уже осуществившего экспедицию за полярный круг, вручить... Да, я была за полярным кругом. ...своеобразный паспорт круизного путешественника на лайнерах Ашании. Возможно, это будет у вас еще один паспорт, да? Да. ...где можно ввести ваши данные все. Здесь подборка уникальных маршрутов, предлагаемые Ашани Крузы, с определенными бонусными условиями от нашей компании. Поэтому добро пожаловать на борт. Именно такой паспорт получают круизные путешественники, возвращаясь с круизов маршрута Ашани. Поэтому, уважаемые коллеги и гости, приглашаем вас уделить особое внимание этой круизной линии, рассмотреть маршруты более внимательно. И мы будем рады вам оказать содействие максимально в планировании путешествия и предложении максимально оптимальных решений. Добро пожаловать на борт. Спасибо большое, Алексей. Спасибо большое за подарок. Плюс один паспорт у меня еще появился. Круизная компания Ушания Крузы с ее замечательными маршрутами. Ну что ж, давайте еще поговорим о том, что компания Инфлот приготовила для своих агентов, для своих партнеров. Знаешь, что семинары у вас начинаются по городам, да? Безусловно. Уважаемые гости, уважаемые коллеги, мы с вами активно приближаемся к зимнему сезону круизных путешествий. И наша компания также параллельно уже планирует сезон 2019 года. Поэтому со следующей недели мы начинаем целую серию семинаров в регионах. Первый семинар будет в Харкове 11 числа. Следующий 13 числа в Одессе. Поэтому, пожалуйста, следите за рассылкой. Мы всех приглашаем на эти семинары, где будет представлена информация по уникальным маршрутам, которые наша компания организовывает, по пакетным предложениям, групповым решениям. И анонс круизных маршрутов компании премиум-класса, в том числе Ушания Крузы. Алексей, благодарю, что были сегодня с нами в студии, дорогие друзья, вместе с Алексеем Гусевым, заместителем генерального директора компании Инфлот. И со мной уже, у которой есть паспорт круизной компании. Мы провели эфир, посвященный круизам, компания Ушания Крузы. Будьте с нами, друзья. Впереди вас ждет еще много интересного. И мы обязательно продолжим наши эфиры из рубрики «Круизная среда» вместе с компанией Инфлот. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok